всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев компания георгиев тревел я приехал в отель ренессанс точнее я уже много чего здесь объехал и сегодня заселяюсь переночевать в данном отеле ренессанс поэтому соответственно я вам сделаю обзор и мы посмотрим с вами как обычно территорию номера все как обычно ну и конечно же пляж друзья а здесь вот небольшая встреча нашей команды с музыкой едем заселяться номера такие белые улицы вообще все в один свет даже как-то ничего в глаза не бросает сейчас посмотрим какие номера так у нас получается второй этаж поднимаемся 14 16 12 вот он и так заселяемся в номер и сразу я вам сделаю его обзор на входе у нас тут душевая большая ванная комната большой просторный номер с эти номера сразу прощу что есть connect зеркало так стоит большие кровати две раздельные небольшой комплимент от отеля и балкончик с видом на море цепочка снимаем и открываем вот так вот такой у нас тихий спокойный вид сейчас пройдемся прогуляемся по территории и конечно дойдем до пляжа и так пару слов об отеле понятно что здесь углу inclusive здесь у нас соответственно первая линия район хадаба и соответственно отель ренессанс это входит в принципе в сеть мариотт поэтому здесь приезжает очень много в том числе европейских туристов ну и соответственно туристов со всего мира на самом деле территорию на мой взгляд сейчас на 1 немножко странная да всегда такое первое мнение будет все в какой плотной застройки я вообще даже принципе думаю у кого сложность сориентирования непонятно куда идти здесь стена здесь здание непонятно куда двигаться но я так понял что здесь какой-то змейка мы в принципе или там по прямой уже выйдем так что двигаюсь туда так тут нашел проходик здесь мы видим сократим путь такие лабиринты немножко так тут прорвались море вижу там значит все правильно двигаемся в ту сторону вот как короче пока не понятно так будем ориентироваться на местности здесь текет водопад соответственно там выход все вижу вот наша дорожка и вон там мы сейчас окажемся у бассейна и у моря так у нас тут два бассейна с пулбаром и зелененькая территория которая ведет нас на пляж ну и с правой стороны небольшая детская площадка правда без навеса ну здесь есть так мимо детская закрытая комната снова она встречает заметили в очередной раз прогулочная набережная разделяющая отель и пляж можно по ней прогуляться вечерком и здесь у нас сразу же активности волейбол здесь беседочки можно просто погулять посидеть и соответственно сам пляж так по пляжу я пока что-то не очень понял вроде здесь есть песчаный заход но со стороны кажется просто одни камни наверное он и такой и такой так пока его здесь не вижу сейчас с вами все исследуем друзья поднимаемся и двигаемся сюда так вот вижу что там ребята стоят значит там должен быть небольшой песчаный заход ну да он небольшой сейчас к нему подойдем ну а здесь вот такой обрыв красиво но честно с детьми я такое не люблю мало ли кто не подойдет и кого-нибудь не дай бог шлепнется вот так что не сильно безопасно придется по крайней мере смотреть точно хотя как вижу лучше отдыхать с детьми вот в этой части здесь соответственно стоят шезлонги как вы видите вот тут здесь можно спуститься и выйти на песчаный собственный пляж под небольшой но он есть совсем небольшая его часть видите есть плавки и все но заход мелкая галечка с песочком здесь в общем все хорошо глубина как вести по колено но есть мы зависим дальше в той части можно плавать это уже история идет с пирса здесь тоже нас ждет бич-бар здесь размещаемся скажем отдых такой на скале поэтому собственно причасти очень много взрослых европейцев да потому что они приезжают здесь большей степени отдыхать просто гулять лежать читать книжки но купаться их тоже можно но не супер прям комфортно но зато все равно хоть кусочек но свой есть сейчас с вами выйдем на пирс так вот здесь вот эта часть если выйти здесь тоже есть небольшой такой песчаный заход ну как бы хорошо что он есть на просто знаете предыдущих отелях смотрели мои обзоры там просто есть шикарные заходы шикарным рифом здесь заходик есть нормальный но он непродолжительным поэтому конечно это я отмечаю здесь конечно камушки мелковато здесь принципе заходит есть но здесь уже опять камни и мелко поэтому лучше конечно заходить с пирса и плавать в той части сейчас посмотрим что там с рифом у нас и будет уже максимально понятно и так вот мы подошли соответственно а пирс на самую крайнюю точку сразу смотрите видим рыбешек где ты на камере те так хорошо не видно а так она была в общем здесь классный риф есть вот рыбки знаю может быть тот разглядел я вот и взгляд вот 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 видите уже плавают и вот здесь наши дорогие плавают так что с рыбками все нормально глубоко хорошо море синяя прозрачная но здесь это безоговорочно море везде чистая так что вот так вот друзья есть небольшой заходик и свой естественно домашний риф как многие спрашивали пожалуйста и понтон не настолько далеко находится от берега и волн здесь нет море спокойно прыгай или спускайся вот по той лесенке заходи и купайся итак здесь тоже с этой стороны вот так вот можно спуститься зайти и наблюдать за морскими живностями красота ну что друзья давайте сделаю короткое резюме по отелю отелю ренессанс здесь достаточно большая территория но она усыпана просто размещением и получать какие-то лабиринты в целом неплохо наверное для формата отдыха отель и пляж с точки зрения посидеть на шезлонге это все хорошо с точки зрения рифа тоже все хорошо но с точки зрения купания спокойного возле берега как бы не очень на мой взгляд там по колено воды как бы так зайти ножки помочить вот по питанию еще не смотрел я вас уверяю с питанием здесь точно все хорошо если получится у нас пройдет ночь я вам покажу хотел добавить что несмотря на то что есть с пляжем у берега не очень все есть интересные два момента которые мне тоже нравится есть есть сауна которая не стоит дополнительной оплаты а мам очень теплый хороший нормально даже горячий потому что в некоторых отелях и заходил там совершенно прохладно скажем так вот так что я сейчас хочу отправиться после все длинных поездок в этот выпуск смотрите конечно как отдельный на сегодня было достаточно много отелей маленько подустал поэтому а пойдет отдохну море уже наверное нет потому что 5 час пока соберусь найду а вот сауна будет сама то сожалению там поснимать не дадут то что есть другие гости ну как бы некрасиво до снимать гостей в сауне ну и вообще в принципе поэтому двигаемся обратно в номер спасибо что смотрите этот выпуск постарался по максимуму вам показать все что есть на территории понятно еще дайвинг-центр пропустил в целом такой инфраструктурный но очень много мне кажется размещений очень много отелей точнее комнат что них просто можно заблудиться вот такие шаттлы ездят надеюсь что сейчас у меня довезет до моего номера супер друзья хоть не идти пешком а тоже сегодня нагулялся так что двигаю в номер и иду отдыхать друзья ну вот так я еще раз в очередной добрался до своего номера до территория ну не знаю странная для меня конечно я такую встречал подобную но не скажу что она очень удобная и комфортная как-то все слишком застроено слишком плотная застройка ну так в целом все неплохо итак друзья я выбрался на ужин а сейчас вам покажу что здесь есть мексиканская математика сейчас я вам все покажу достаточно большой огромный выбор на часы можно собирать так понимаю крутая кухня отлично там все вкусные запахи супер друзья вот наступил вечерок и я готов вам сделать резюме по отеле ренессанс я сходил на ужин немного обосновался посмотрел почувствовал отель на себе как говорится и вот какое мне не скажу отель хорошего качества безусловно прекрасная кухня сегодня был мексиканский скажем вечер все было супер есть анимационные программы есть бар территория отеля достаточно насыщенная да такая ну как локациями да есть бассейны все остальное с пляжем как и говорю так себе но тем не менее тем не менее он там как бы есть да есть из понтонов и небольшой хвостик песчаного пляжа целом как я понял что приезжают в основном европейцы и возраста такое найти уже 50 плюс 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 вот поэтому скажу точно что если вы сюда соберетесь как молодежь или как семейный отдых с детьми мне кажется не совсем прям то сюда наверно как раз вот приезжают пары скажем которые на на без детей это оптимальный вариант и рекомендовать на его можно примерно в таком формате так что вот так вот друзья такое резюме по данному отелю спасибо друзья что весь этот выпуск были со мной подпишитесь на мой канал youtube а также телеграм-канал там я публикую все интересные новости и события о туризме ну и конечно обращайтесь ко мне за приобретением туров сколько стоит тур в данный отель или просто отдельно отель вы можете посмотреть ниже по ссылочке под этим видео спасибо друзья еще раз увидимся услышимся с вами был павел георгиев компания георгиев travel пока а